ЖКХ-скандал. Космические суммы за коммуналку заставляют жителей региона выходить на митинги. Жительница Барнаула заказала таблетки для похудения, а теперь может сесть в тюрьму. Что прислали женщине в посылке? Без телевизора и без денег жители Алтайского края становятся жертвами мастеров по ремонту бытовой техники. 11,5 тысяч школьников края находятся на карантине по ОРВИ и гриппу. Это примерно 2,5% от всех учащихся в регионе. Данные приводит правительство края в своем телеграм-канале. Сообщается, что количество заболевших детей по сравнению с прошлой неделей приросло. Правда, насколько неизвестно. По данным Министерства образования региона, в крае сегодня временно закрыты два детских сада и четыре школы. Карантин, добавляют ведомстве, позволит локализовать распространение инфекции и быстрее вернуть детей к образовательному процессу. К другой теме. В Барнауле состоится митинг против роста тарифов ЖКХ. Его проведение согласовали власти краевой столицы. Выразить свое гражданское отношение к довольно больному для населения вопросам можно будет 12 февраля. Правда, не в центре города, а в сквере имени Титова. А в прошедшие выходные митинг против огромных платежей за коммуналку прошел в Рубцовске. Подробнее далее. Законом запрещено повышать тарифы два раза в год. Несогласные платить за тепло в три дорога жителей Рубцовска в это воскресенье вышли на митинг. Несколько сотен человек собрались на набережной имени Петрова. У многих в руках плакаты против роста цен на ЖКХ. Только наше послушное молчание и согласие с тем, что происходит, заставляет нас жить в тех условиях, которые нам навязывают каждый день. Все-таки только митинги и только стопроцентный выход народа может что-то сдвинуть. Митингующих волновало несколько вопросов. Первый – за предельные суммы за коммуналку. Жители припомнили здесь и неизолированные городские теплосети, из-за чего происходят теплопотери, за которые платят люди. И повышение тарифов несколько раз в год. И это на фоне роста самого топлива. У нас в районе обстановка не лучше вас, даже хуже. В 2021 году машина дров стоила 13-14 тысяч рублей. То есть на сегодняшний день она уже 20. В резолюции митинга участники обращаются к правительству страны с требованием ограничить рост тарифов, к прокуратуре и антимонопольной службе, чтобы ведомства проверили предельный индекс платы за ЖКХ. А в Бийске еще только продолжают бороться за право выразить недовольство тарифами ЖКХ. Три недели общественники не могут согласовать место проведения митинга. Мэрия трижды отклонила их вариант размещения в центре города на Петровском бульваре. Не согласовала и локацию напротив администрации. Поэтому пока в Бийске выбрали другую тактику. Мы сейчас проводим одиночные митинги. Люди выходят, наши товарищи уходят, с которыми мы общаемся. Вчера мы пикет проводили. Это комсомольская организация проводила пикет в гайдпарке без уведомлений. То есть мы бьем более маленькими акциями по городу. Сейчас бийские общественники решают, какой вариант им выбрать. Все-таки отдаленное от центра льнокомбинат или подбирать другие локации. А для двух других городов одобрить митинг не составило труда. 12 февраля он состоится в Камни-на-Аби и Барнауле. Участники митинга в Рубцовске звали всех желающих приехать на протест в краевую столицу. Так люди хотят показать сплоченность и массовость их запроса. Анастасия Драган, День с толком. А вот барнаульские пенсионеры считают, что и капитальный ремонт многоэтажек подорожал необоснованно сильно. Наша съемочная группа встретилась с пенсионеркой, которая получила коммунальную квитанцию за январь и была неприятно удивлена суммой за эту услугу. С подробностями Валентина Аскерова. 393 – это капитальный ремонт, а здесь капитальный ремонт – 262,84 копейки. На 130 рублей больше в январской квитанции за капремонт. По сравнению с декабрьской платежкой возмущается пенсионерка Галина Кузнецова. Теперь 390 рублей ежемесячно. Вроде бы сумма не такая уж и большая, но в общей массе коммунальных платежей режет глаз и бьет по кошельку. А общая сумма за ноябрь уже стала 3351. Вот у меня, например, за декабрь вышло 4973, а вот она вот январская – 5035. Напомним, плата за капремонт многоэтажек выросла с января этого года, а месяцем ранее в Барнауле почти на 15%. В целом выросли тарифы ЖКХ. С таким коммунальным прессом барнаульцы, если исправляются, то затягивая пояса. Тарифы, конечно, растут не по дням и по часам. Ну, несмотря на то, что мы в возрасте, мы же тоже хотим куда-то и в театр сходить, и даже обновку какую-то купить, и не так уж мы слишком старые, чтобы не обращаться ни с кем. Даже в гости пойти, какое-то там пирожное или что-то уже смотришь, а что-то там ведь не хочется просто так вот сесть и сидеть в этой квартире. Тема грядущего роста цен на капремонт активно обсуждалась еще прошлой осенью. Тогда в Минстрое заявляли, что повышение – мера вынужденная. Мол, собираемых средств сейчас не хватает на капитальный ремонт многоквартирных домов. Правда, простым жителям это объяснение понять сложно. По их словам, немало домов сейчас не нуждаются в капремонте. Мы направили запрос в фонд капитального ремонта с просьбой объяснить, на какие дома и на какие конкретно виды работ пойдут в первую очередь средства. Валентина Аскирова, Алексей Фризин. День с толком. 21 человек погиб, 12 получили травмы. Это страшная статистика пожаров в крае уже в новом 23-м году. Чаще всего возгорания происходили из-за неосторожного обращения с огнем, а также нарушений правил эксплуатации печей. С целью профилактики сотрудники МЧС вновь вышли в народ, на этот раз во Власиху. В народ вышла целая делегация из сотрудников полиции, Добровольного пожарного общества, администрации района. Казалось бы, взрослые люди все знают о правилах обращения с огнем, газовым и печным оборудованием, но дома продолжают гореть, а люди гибнуть. Вот данные статистики. С начала 23-го года в крае уже произошло 426 пожаров. Погиб 21 человек, 12 травмированы. Чаще всего возгорания случались из-за неосторожного обращения с огнем. 170 случаев, 147 по причине нарушения правил устройства и эксплуатации печей. По электротехническим причинам произошел 71 пожар. Так что напоминать необходимо, уверены в МЧС, тем более населению пожилому. В первую очередь следите, пожалуйста, чтобы горючие материалы не находились рядом с источником открытого горения. Жителям частного сектора рассказали о необходимости регулярно чистить дымоходы от сажи, соблюдать правила монтажа и эксплуатации оборудования как газового, так и электрического. Специалисты рекомендовали не выбрасывать непотушенную узолу рядом с домами и не оставлять без присмотра печи, которые топятся. Не стоит расслабляться жителям и при наличии в домах голубого топлива. Следите за запахом газа в доме. Если чуть-чуть даже почувствовали, открывайте окна. Всем, кому пришли в этот день с профилактическими беседами, это 35 домовладений, специалисты рекомендовали установить автономные пожарные извещатели. По данным спасателей, с их помощью за более чем пять лет в край удалось спасти 35 человек. Жителям вручили также памятки с напоминанием, как избежать возгорания и как вести себя при пожаре. Татьяна Голубева, день с толком. И без телевизора, и без денег. В Роспотребнадзор все чаще обращаются жители края с жалобами на мастеров по ремонту бытовой техники. Причем жалуются не только люди пожилые, но и категория от 25 до 30 лет. Специалисты, которых находят по объявлениям в интернете или листовкам, изначально заявляют совсем не те суммы на диагностику и ремонт техники. На деле же получается, что 500 рублей превращаются в большие суммы. К тому же мастера могут взять залог и забрать технику с собой, чтобы, по их словам, поменять деталь. В лучшем случае подписывается договор, в худшем договора вообще даже и нет. Мастер уходит с телевизором, либо с какой-то запчастью из этого телевизора. И через несколько дней звонит потребителю и озвучивает уже совершенно другую сумму. Сумма, как правило, возрастает в разы. Это может быть уже не 500 рублей, как изначально обговаривалось, а уже 5000 рублей. Часто получив предоплату, интерес к работе мастера теряют и перестают отвечать людям на сообщения. Чтобы сохранить свои деньги и технику, специалисты Роспотребнадзора советуют обязательно составить договор и обговорить все его пункты еще до проведения ремонта техники. Правилами бытового обслуживания населения предусмотрено, что подобного рода договоры должны быть в обязательном порядке и заключены в письменной форме. И этими правилами предусмотрены те условия, которые должны в обязательном порядке содержаться в данном договоре. Это стоимость работы. Если выполняется несколько работ, то наименование каждой работы – ее стоимость. Это срок исполнения договора, дата приемки товара на ремонт. Обязательно конечный срок должен быть указан. А еще в обязательном порядке – фамилия мастера и его адрес. Таким образом, человеку не составит труда доказать в суде свою правоту. К тому же в Роспотребнадзоре рекомендуют изучать отзывы о специалистах, прежде чем приглашать их. А еще лучше воспользоваться услугами тех, кто уже помогал с ремонтом, близким и знакомым. Так, шанс быть обманутым сводится к минимуму. Для воспитанников Центра спорта и молодежи Залесовского района появилось больше возможностей для реализации планов. А все потому, что в Центре появился свой транспорт, благодаря которому ребята смогут не только посещать важные краевые и региональные мероприятия, но и развивать туристические маршруты. Мария Мацаева продолжит. И первая поездка состоялась. Отряд юно-армейцев Залесовского округа стал участником патриотического слета в Бийске. И встреча была продуктивной, рассказывают ребята. И автоматы разбирали, собирали, показывали вооружение. И в музей мы попали, посмотрели на различные экспонаты. Но участие в интересных краевых мероприятиях часто бывало под вопросом, так как школьные автобусы не всегда свободны, да и не подходят для дальних поездок. Новый автобус помог купить депутат Госдумы Александр Прокопьев. Главной проблемой это, в первую очередь, была доставка наших спортсменов на Олимпиады, на какие-то выездные соревнования. Поддержка Александра Сергеевича Прокопьева, депутата Государственной Думы, позволила решить эту проблему. И с помощью его поддержки мы сейчас сегодня и сможем выезжать и на соревнования различного регионального межмуниципального уровня. Передача автобуса Центру спорта и молодежи – это социально ответственное решение администрации Залесовского округа и существенная помощь молодежным инициативам. Теперь, когда микроавтобус закреплен за Центром творчества и спорта, у спортивных команд и у творческих коллективов появилось больше возможности участвовать в районных и краевых мероприятиях. Это значит, что у Залесовской молодежи будет больше возможности принимать участие в крупных мероприятиях. И, конечно же, я искренне желаю и спортивных, и творческих побед. Залесовские юнормейцы – первые пассажиры нового автобуса. Однако, прежде чем он отправился в путь, пришлось повозиться с оформлением разрешительных документов на перевозку детей, позаботиться о технике безопасности и нанять ответственного водителя. С этим справились на 100%. Когда за рулем, некогда общаться. Надо за дорогой следить. Все-таки дети. Начальник отдела по спорту, туризму и делам молодежи Залесовского округа Диана Коречникова ждет весну, чтобы освоить новое направление деятельности. Это и туристические маршруты, это и этнографические маршруты, которые у нас имеются, которые мы сейчас хотим развивать. Но нам не хватало транспорта. Сейчас он есть, поэтому все будет хорошее, надеюсь. Первые пассажиры, юные армейцы, отправляются домой после яркой поездки. Но не за горами другие путешествия. Например, на зимний фестиваль ГТО в Ребриху. Мария Мацайва, Андрей Печоркин. День с толком. Десятки миллионов рублей взыскал суд с краевого автономного учреждения «Алтай-Лес» за незаконную рубку деревьев в поселке Кирово. Напомним, в октябре 2021 года стало известно, что в лесничестве городские леса города Барнаула рубят лес, заготавливают древесину общим объемом 498 кубических метров. Однако договор купли-продажи лесных насаждений оказался незаконным, сообщают в краевой прокуратуре. Это послужило поводом обратиться в арбитражный суд региона с иском признать торги по муниципальному контракту и сделку недействительными. В свою очередь суд взыскал с «Алтай-Леса» стоимость вырубленных насаждений в размере 20,5 миллионов рублей. Вот уж точно красота требует жертв. Переходим к следующей теме. Жительница Барнаула, которая хотела похудеть, теперь может оказаться в тюрьме. Женщина заказала таблетки на одном из зарубежных сайтов. Лекарственное средство привлекло внимание алтайских таможенников. Оказалось, что таблетки содержат запрещенное к свободному обороту вещество – сибутрамин. Оно является производным амфетамина. При этом женщине заранее было известно о том, что сибутрамин запрещен к пересылке. Против жительницы Барнаула возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с возможным штрафом до 1 миллиона рублей. Около 40 алтайских продовольственных компаний представляют свои товары на крупнейшей международной выставке продуктов, питания и напитков «Продэкспо-2023». Выставка проходит в Москве и включает в себя участников со всего мира. Здесь представлено продовольствие с разных уголков – от продуктов и напитков ежедневной необходимости до изысканных экзотических деликатесов, спортивное питание, продукты органического происхождения. И, конечно, здесь собрана крупнейшая в России экспозиция алкогольных напитков и вин более чем из 30 стран. В выставке мы участвуем уже в четвертый, в пятый раз мы участвуем. Выставка всегда для нас была и есть результативная. Это очень хорошее подспорье для развития канала продаж. Тайский край, спасибо, всегда нас берет с собой, потому что на выставке отдельном участке – это очень дорого. Так делаем, стараемся. Основные встречи у нас запланированы в вторник-среда с нашими партнерами, дистрибьюторами. На «Продэкспо» собираются компании федеральных и локальных сетей, а также представители ресторанов, баров и кафе. Кстати, этот год для выставки юбилейный. Ее проводят уже 30-й раз. Она продлится до 10 февраля. Ну а в конце позитивная новость. В Барнаульском роддоме сегодня прошла необычная выписка под прицелом камер и с участием журналистов. Речь идет о семье Поповых, которые планируют детей и даже не ожидали, что станут известными на весь край. Подробнее в сюжете. Планировали первенца, получили тройню. Александру, Ксению и Екатерину везут на первую встречу со своей большой семьей. Наконец-то пришел день выписки. Этого события все родственники ждали два месяца. Тройняшки первые дети в семье Поповых. Правда, вот появились малышки на свет раньше срока. Поэтому в больнице им пришлось провести чуть больше времени. А именно два месяца. Родились девочки 4 декабря. Сейчас у сестер отличное состояние. Теперь уже многодетные мамы и папа тоже приходят в себя. Сегодня большая семья уезжает домой. В Олейск. Да еще непонятные чувства. Просто домой уже охотно. Супругу давно не видел. Ощущения прекрасные. Я домой еду. Когда только получили результаты УЗИ, когда узнали, что у вас тройня? Шок был немножко на пару дней. Потом радость. Но осмысление, наверное, пришло уже позже, когда уже появился живот. Когда начала понимать, что вот-вот скоро роды. Кстати, такое тройное счастье – достаточно редкое явление в Алтайском крае. Например, Саша, Ксюша и Катя стали единственной тройней в 2022 году. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на «22 кнопки» и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует.